Город мой Киев, в тебя нельзя не влюбиться. Мой город Киев, моя старенькая. Витаю, дорогие друзья! Сегодня я вам представляю свою сестру Свету, которую вы все уже знаете. И Света нам сегодня будет готовить... Света, что ты нам сегодня будешь готовить? Добрый день, дорогие зрители! Сегодня я буду готовить жаркое. Или по каракалпакски жаркое переводится курдок. Курд – это жар от слова, перевод дословный. Ну, я думаю, что все умеют готовить жаркое. И я тоже не исключение готовлю, как готовлю. Но всем оно нравится. И хочу и вам также предложить, поскольку Люба сказала, что приготовь свое вкусное жаркое. Буду готовить. Света у нас очень вкусненько готовит. Ням-ням-ням! Ну и покажу сейчас ингредиенты основные и начнем жарить. Самое главное, чтобы вкусное было мясо. Мясо я взяла вот такое, обязательно, чтобы с костью было. Тогда оно еще вкуснее будет. И это ребро называется. Ребро с мясом. Здесь еще вот свиное мясо. Ну, уже какое было. Я уже не стала специально заморачиваться. Взяла самое свежее, что мне попалось. По дороге домой. Вот. Теперь это я все нарежу кусками. Это тоже я покажу. После мяса я буду ложить лук. Лука вот две головки. Достаточно. Можно меньше, можно больше. Ну, в принципе, я ложу два. Также есть болгарский перец. Если есть, есть. Если нет, тоже не надо заморачиваться. Вот здесь вот два болгарских перца. Таких хороших, средних. Чуть больше среднего, наверное, даже. Еще есть помидоры. Помидоры, значит, здесь около пяти штук помидор. Ну, вот примерно таких пять штук. Масло можно и рафинированное, и нерафинированное. Здесь оно такого особого значения не имеет. Мне больше нравится нерафинированное. Вот это Танино масло, оно очень вкусное. Домашнее. Домашнее, да. А можно и нерафинированное масло. Прекрасно оно тоже в жарком. Вот этого острого перца я всего положу одну ложечку. Это закрывала Тамара его. Здесь вот есть болгарский перец, острый перец. И здесь есть еще немного чеснока. Но я еще добавлю три чесночины. Еще три чесночины добавлю. Морковь нарезала вот такими полукружками, если побольше, покрупнее морковь. Если морковь не крупная в самом начале, там и она кружками. И вот таким образом нарезала три штуки. Три средних. И все. Вот это все ингредиенты, какие есть. Саму картошку еще. А, картошка сама собой, конечно. Картошка потом почистится. Сколько калибров? На полтора килограмма мяса я беру три килограмма картошки. Оно еще почистится немножко. И вот здесь вот три килограмма. Вместе с Костью полтора килограмма. Так, берем казан. Он немножко накалился. Внутри сухой. Наливаем масло. Раз. Ну вот чуть не полный здесь. Вот так. Вот так. После того, как нагрелось масло, я ложу вот такие вот, ну, сверху кожулки вот эти. Туда сейчас спущу, чтобы оно немножко пожарилось. Так, лук я для того бросаю сюда. Для того, чтобы запах масла не брал. Чтобы не брал запах масла. Так, следующий этап. Я кладу мясо. И убавляю. Раз. Раз у него убавляю. Немного убавляю. Для чего это я сделала? Для того, чтобы оно не пригорело. И в то же время хорошо обжарилось. С одной стороны. Потом переверну на другую сторону. Чтобы с другой стороны хорошо обжарилось. А потом буду запускать лук. Теперь режем лук. Вот такими кусочками я нарезала ее лук. Не сильно мелко, но и не сильно крупно. Вот так вот. Средне. Вот, теперь перемешиваем. Одна сторона пожарилась. Я перемешиваю на другую сторону. Видите, немножко даже красноватый. Но кости я стараюсь вниз запускать. Хай лучше прожариться. Теперь жарится вторая сторона. Там надо не по времени смотреть, а смотреть, вот как оно пожарится. Немножко, чтобы хорошо пожарилось. Прошло 7 минут. За это время мы почистили картошку. Я запускаю лук. Мясо со всех сторон обжарилось. Я вот так вот перемешала. Теперь пусть томится. Не томится, но на среднем огне оно вот. Минут 5. Минут 5. Ну и уже сверху я и кидаю даже уже сразу же и болгарский перец. Так оно будет стоять где-то 5 минут. Через 5 минут я помешаю и томат сверху положу. Вообще я люблю, когда в разничные мероприятия. И тогда готовить жаркое. Всегда готовится курица в рукаве. Всегда готовится колбаса домашняя. И сок колбасы домашней, курицы печеной. Обязательно я ложу жаркое. И тогда жаркое пальчики оближешь. Все спрашивают, а почему у тебя такие вкусные жаркое получаются? И всегда получается вкусные. Во-первых, я всегда выбираю свежее мясо. Свежее мясо. Будь это телятина, будь это говядина, будь это курятина. Ну, чтобы она была обязательно свежая. Чтобы обязательно косточка была. И тогда она будет вкусной. И еще немножко с жирком. Ну и когда вот мероприятия, эти такие праздничные мероприятия, то обязательно добавляю вот эти, вот это и есть изюминка. Ну и, наверное, потому что я еще и томлю его. Я не на сильном огне готовлю, а всегда убавляю огонь. И оно уже стоит, доваривается. Картошка доваривается на медленном огне. И она все впитывает в себя. И получается всегда вкусной. И хорошо проваренной. И не разваливается, как каша. Минуты три прошло. Перемешиваю. А теперь все подряд. Все подряд. И чесночку чуть-чуть. И морковь. Ее уже не обязательно заранее готовить. Можно по ходу приготовить моркови. Там всего три штуки средних я показывала. Так, теперь помидоры. Помидоры. Одну ложку вот этого готового перца аджики. Соли я покладу одну столовую ложку. И теперь все вместе оно должно томиться. 15 минут. Через 15 минут запускаем картошку. И готовим горячую воду. Помидоры дали хороший сок. Поэтому я воды буду наливать меньше. Посмотрю, сколько нужно будет. Сначала запущу картошку. Соли попробовала. Соли немножко, чуть больше, чем требовалось бы. Но оно так нормально. Вот это вот так должно быть. Если маловато соли, тогда лучше добавить. Вот. Ну и еще что я хочу сказать. Вы не заморачивайтесь. Если помидоров нет, ничего страшного. Замените томатом. Если томата нет, вообще ничего не ложите. Тоже будет вкусно. Если, скажем, если у вас нету чеснока, тоже не страшно. Лука можно чуть побольше положить. И будет все прекрасно и окей. Главное, не расстраивайтесь и работайте с душой. И радостно. Чтобы делать что-то приятное для своих. Вот думайте о том, о хорошем. Чтобы делать приятное. Чтобы накормить от души. У меня девизы, чтобы было много и вкусно. Морковь немножко уварилась. Видишь? И я запускаю картошку. Картошку, покажи, как она будет. А, картошку я нарезала вот такими, смотри. Вот такими кусками. Не мелкими, не крупными. А вот такими кусками. Среди среди. Когда оно уварится, оно будет чуть меньше. И в рот хорошо помещается. И не сильно большие, и не сильно маленькие. Если сильно маленькие будут, они сильно разварятся. Поэтому вот такие нормальные кусочки. Перемешаю. И посмотрю, сколько воды. Вот этот, смотрите, внимательно. Чтобы кости вниз ушли. Если выйдут наверх кости, их вниз отпустите. Так. И все. Воды чуть-чуть добавлю. Кипяток. Кипяток добавлю чуть-чуть. Кружку кипятка ты добавила? Кружку кипятка добавила. Это будет достаточно. Теперь. Где-то на 2 сантиметра ниже, чем сам мяшка, картошка. И все. То есть воды так полно заливать не надо? Не-не, заливать не надо. Когда много воды, тоже плохо. Если любят больше воды, хлюпала, то пусть наливают. У нас дома не очень любят. И чуть прикрываем, не до конца. Вот так вот. Чтобы немножко была щель. А то, если сильно закроешь, тогда оно как-то получается не таким, как в пароварке. А так вот оно лучше. Ну вот. Полчаса оно поварилось. Потом я убавила на медленный огонь. Оно потомилось. И все вместе это заняло 3 часа. После 3-х часов я вот так вот сверху посыпала луком. Тонко нарезан лук. Приятного аппетита!